МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. И сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. 11,5 миллиардов тенге выделено на реализацию программы «Дорожная карта занятости» в Ембекше, Казахском районе. Государственная программа, прежде всего, направлена на поддержку безработного населения. Так, в районе будет создано более 3000 рабочих мест. И не менее половины составит контингент из числа безработного населения. В этом году по дорожной карте занятости в Ембекше, Казахском районе, планируется построить и отремонтировать 106 объектов. Среди них школы, детские сады, объекты культуры, дороги и тротуары. С ходом реализации госпрограммы в ходе рабочей поездки ознакомился секретарь Маслихата Алматинской области Султан Дусимбинов. Он посетил село Кольде, где уже начат капитальный ремонт Дома культуры. Стоит отметить, что реконструкция здесь проводится впервые за 25 лет. Кроме того, ведутся работы по благоустройству населённых пунктов. В зависимости от потребностей каждого села будут отремонтированы внутрипоселковые дороги, а также предусмотрена установка уличного освещения. По словам администрации района, уровень безработицы снижается не только за счёт реализации ДКЗ, но и благодаря созданию новых рабочих мест в различных отраслях экономики. В рамках программы «Дорожная карта занятости» мы осуществляем работу 106 объектов. На данный момент мы уже трудоустроили 306 человек. Ведётся активная работа по ремонту и реконструкции. Согласно нашему плану, мы все 106 объектов введём в эксплуатацию до конца текущего года. В целом, в Алматинской области по программе «Дорожная карта занятости» планируется трудоустроить около 22 тысячи человек. Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В канун профессионального праздника представители этой благородной профессии чествовали в многопрофильной больнице Талдыкургана. Грамотами от Министерства здравоохранения и регионального филиала профсоюза медработников СНМ отмечены 18 человек, в том числе и Лязат Мирамбекова. Она получила специальный нагрудный знак за вклад в развитие здравоохранения и почётную грамоту от министра Ежжана Бертанова. Собравшиеся отметили, что государство сегодня создаёт все условия для развития сферы здравоохранения. Растёт бюджет, строятся новые учреждения здравоохранения, увеличиваются зарплаты медицинских работников. Отметим, по поручению президента до 2023 года заработная плата работников сферы здравоохранения вырастет в 2,5 раза. Комитет областного профессионального союза работников системы здравоохранения СНМ поздравляет всех наших доблестных врачей с этим неотверженным трудом. Желаем им крепкого здоровья, успехов в труде и личной жизни. И хочу выразить слова благодарности нашим доблестным врачам. Будь здоров, малыш! Врач высшей категории, отличник здравоохранения Майра Омарова, посвятила лечению детей 4 десятка лет. В настоящее время она координирует работы медперсонала Талткурганской детской поликлиники, для того, чтобы более чем 33 800 маленьких пациентов оставались здоровыми. Как борются медики за сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения под руководством Майры Омаровой, интересовался наш корреспондент. Детский врач – это главный очевидец того, как растет и развивается ребенок. И когда заботливая мама не может уберечь дитя от хори и простуды, на помощь приходят врачи-педиатры. Именно их опыту и профессионализму матери доверяют здоровью своего ребенка. В Талткурганской детской поликлинике одним из таких специалистов является Майра Омарова. И не случайно. По ее мнению, случайных людей в педиатрии нет. Ведь требования, предъявляемые к детскому врачу, достаточно высокие. Мало знать все особенности физиологического и психического развития ребенка. Важно любить детей, находить подход каждому юному пациенту. Люди с маленьким солнцем в груди. Так называет всех детских врачей Майра Омарова. Уроженка Североказахстанской области. Она после окончания вуза попала по распределению в Талткурган. Да так здесь и осталось. Мы семья врачей. Мы сюда приехали по направлению. Он Семипалатинский, я Павлодарская. И нас сюда отправил в институт по направлению. Мы должны были отработать здесь три года. Тогда в советское время было же такое направление. Потом уехать к себе или в Семипалатинский, или в Павлодар. Но земля Семиречья нас очень хорошо приняла. Поэтому мы до сих пор остались здесь. Вообще считаю, что земля Семиреченская, она действительно райский уголок, наверное, на этой земле. Здесь, в ЖТСУ, у семьи врачей Омаровых родилось трое детей. Их дочь пошла по стопам родителей и тоже стала доктором, продолжив свою карьеру за рубежом. Майра Омарова за 40-летие своего медицинского пути прошла путь от участкового до главного врача поликлиники Талткургана. Вот уже три года она главный педиатр города. Майра координирует работу других детских врачей, консультирует тяжелобольных, которые нуждаются в консилиуме, решает вопросы госпитализации, а также проводит профилактические работы в школьных и дошкольных учреждениях. Одним словом, работы много. Коллеги отмечают ее профессионализм, упорство, терпение и вместе с тем доброту и отзывчивость. Майра Шегина, я уже работаю под ее руководством более 10 лет. Можно сказать, что человек является золотым стандартом нашей детской поликлиники. Когда она стала директором, мы действительно, наш коллектив, мы все почувствовали, что у нас есть действительно человек, который может нас выслушать. Наши наболевшие вопросы решить в любую минуту. Благодаря нее у нас появился рентген-кабинет, УЗИ-кабинет. Сейчас же это все очень дорого. Помимо того, что появились эти кабинеты, она смогла обучить наших же врачей узким специальностям. У нас рентгенолога обучила, УЗИ-кабинет обучила, невропатолога, лор-врачей двух у нас она обучила. Поэтому я очень благодарна ее работе и за ее чуткое понимание. В настоящее время в Талдыкурганской детской поликлинике 15 педиатрических участков, на которых работают 12 врачей с большим стажем работы. И хотя медучреждения не хватает специалистов, тем не менее недостаток кадров не сказывается на маленьких пациентах и их мамах. В поликлинике налажена бесперебойная профилактическая и практическая работа. И это тоже заслуга Майры Омаровой. Решая организационные моменты, она всей душой болеет за нужды маленьких пациентов и их родителей. В период чрезвычайного положения ею была организована экстренная и неотложная помощь, в том числе и фильтробокса. А подворовые обходы врачей не прекращаются и по сегодняшний день. Когда было чрезвычайное положение, в поликлинике посетителей не было. Сидите дома, вызывайте врача на себя. А если, коли так пришел ребенок к нам, у нас тут есть две зоны, чистая и грязная. Грязная зона у нас в фильтрах, где принимаем детей температурящих, сыпью с наличием и так далее. Мы всех больных детей снабдили пульсометрами. Они нам показывают по видеобзвону, какая у них, допустим, температура прямо на тонометре, какая у них число сердечных сокращений, какая у них сатурация, то есть состояние кровоснабжения кислородом организма. В поликлинике для детей открыт кабинет психолога, где с ребенком работают практически с его рождения, а также комната для развития малышей. Здесь родители обучаются основным правилам гигиенического воспитания, профилактике заболеваний и отклонений в развитии ребенка. На протяжении 40 лет Майра Умарова остается преданной не только своему делу, но и месту работы, считая Талдыкурганскую детскую поликлинику своим вторым домом, где ее помощи ждут маленькие пациенты. Евгения Присяжная, Жай Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Нет профессии важнее, нет профессии нужнее. В это воскресенье люди в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник. Для многих медицина стала не просто профессией, а призванием и даже смыслом жизни. И именно о таких говорят. Врач от Бога. На столь высокое звание герой нашего сюжета не претендует. Впрочем, быть нужным и спасать чужие жизни уже стало для него делом всей его жизни. Хирург-онколог-мамолог Асиф Гусенов в преддверии профессионального праздника поделился с нашими корреспондентами в своей истории врача. Жизнь на грани с экстримом, постоянным поиском себя, работой, порой без сна и отдыха, переживаниями и самоотдачей. Именно о такой профессии с детства мечтал Асиф Гусенов. И речь далеко не о профессии спасателя. Впрочем, спасать чужие жизни уже давно стало для него смыслом собственной. Стать врачом, причем непременно хирургом, он мечтал с детства. Осуществить заветные планы помог Казахский национальный университет имени Асфанзиярова и упорство. Уже 8 лет молодой хирург на страже здоровья населения. Это, наверное, одна из таких профессий, которая не только профессией является, а это целая жизнь, это образ жизни, можно сказать. С самого начала была цель именно стать хирургом и потихоньку, потихоньку я к ней шел. Онкология – это то, с чего начал свою медицинскую деятельность Асиф Гусенов. За плечами десятки сложнейших операций и несметное количество счастливых глаз тех, кому удалось помочь. Было много и печальных историй, признается хирург, и каждая прошла через его сердце. Быть хладнокровным не удается даже с годами. Вместе с халатом после смены, к сожалению, нельзя снять и тот тяжелый груз, который так часто сопровождает каждого медика. Морально действительно тяжело, особенно когда я пришел в онкологию, первый год-два, наверное, я прям был подавлен, зачастую я домой приезжал, даже ни с кем не разговаривал, просто шел, включал душ и стоял под этой струей долго. Действительно, морально тяжело. Ну, со временем, как психологи профдеформация называют, со временем ты к этому привыкаешь. Конечно, ты не перестаешь это воспринимать, не перестаешь сопереживать, но ты более становишься непробиваемым. Более тысячи операций с диагнозом рак молочной железы провел молодой хирург, и большая половина из них уже на поздней стадии. Повысить самосознание граждан – это еще одна важная задача, за которую сегодня ратует врач. Он продолжает работать даже после тяжелой смены уже на страницах своих соцсетей, призывая людей вовремя обращаться к врачам. Это единственный и самый верный шанс на долгую и здоровую жизнь. Наши пациенты идут тогда, когда начинает болеть, когда начинает беспокоить. А в развитых странах там, то есть, идут на опережение. У нас пятилетняя выживаемость, да, в онкологии – это такой критерий. То есть, если пациент после постановки диагноза пять лет живет, это уже считается успех. Всего 56-57 процентов, ну, последние данные. А у них до 92-97 процентов. И связано это в основном с тем, что они выявляют раннюю стадию. Ну, то есть, лечим мы примерно одинаково, а выявляемость страдает. Ну, здесь к людям, да, если обратиться, просто нужно вовремя обследоваться. Набравшись опыта в проведении плановых операций, Асиф Гусенов решает попробовать себя и на более экстремальном поприще – проведении экстренных операций. За смену в многопрофильной больнице Талткургана хирургам порой приходится проводить по 5-6 таких операций. Причины разные – от простого аппендицита до сложных ножевых ранений. И здесь важны оперативность, высокий профессионализм и слаженность команды. Мы знакомы очень давно, тем более он к нам пришел еще врачом-интерном. С тех пор мы его знаем. Затем он начал работу свою в онкологии. Мы его знали как хорошего онкохирурга. Последний год он перешел в нашу многопрофильную больницу. Ну, как человек зарекомендовался о хорошем качестве, как хороший хирург. И руки отличные, и все пациенты довольные. Отношение ко всем пациентам хорошее. Я думаю, что Асиф Рашанович покажет себя только с хорошей стороны. Повышать свою квалификацию и расширить деятельность собственной клиники в ближайших планах врача. Впрочем, главного он уже добился. Стал нужным своим пациентом и состоялся в профессии. Именно о таких говорят хирург с золотыми руками. На столь высокое звание я не претендую, признается доктор Асиф. Но без медицины жизни уже не мыслю. И таких самоотверженных профессионалов своего дела много. За плечами которых тысячи спасенных жизней, бесчетное количество бессонных ночей, радости и горести каждого из своих пациентов. И они, люди в белых халатах, каждый день идут на работу, чтобы сотворить чудо. Ведь каждая спасенная жизнь – это настоящее чудо. Наталья Хаминка, Кабит Кабдрахман, телекомпания ЖТСУ, Калдыкурган. Столичными полицейскими задержана семейная пара, подозреваемая в краже элитной одежды из бутиков торговых домов. В ходе расследования полицейские установили, что супружеская пара в дневное время заходила в бутики торгово-развлекательного центра, выбирала дорогую мужскую и женскую одежду. В примерочной с помощью специального инструмента они убирали защитные устройства. Краденое имущество они продавали по заниженной цене в районе рынков. Некоторые вещи надевали сами. Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время 29-летний мужчина и его 26-летняя супруга задержаны. Проводится досудебное расследование и проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Почти 70 лошадей погибли от удара молнией в Карагандинской области. Мертвый домашний скот, а это 49 взрослых лошадей и 20 жеребят, в реке шокировал пользователей соцсетей. Происшествие случилось накануне возле села Жарла. На кадрах видно, как сельчане пытаются с помощью веревок вытащить на берег трупы животных. Между тем, жители подсчитывают серьезные финансовые убытки. В Акимате Каркаролинского района сообщили, что выплата в таких случаях не полагается. Самозавершили карантин. Талтыкурганцы поспешили открыть купальный сезон на диких пляжах. И это несмотря на многочисленные запреты санврачей и спасателей. Никакой социальной дистанции. Взрослые дети отдыхают бок о бок. Никаких спасательных средств и наблюдательных вышек. Люди сейчас, напротив, стараются уйти как можно дальше, чтобы не попасть на глаза мониторинговых групп, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизни детей. Сотрудники департамента ПОЧС Алматинской области вместе с моими коллегами выехали в рейд по так называемым «диким пляжам». Пересечение реки Картал и Балакты буквально заполнено купающимися. И это, несмотря на карантин и запрещающий знак. Едва завидев сотрудников в формах и камеры, толпы, как и не бывало, все мигом ретировались. Эта группа ничем не обремененных молодых людей распивает спиртные напитки. Видимо, устали от карантина. Спасатели вежливо попросили молодежь прибрать за собой и вернуться домой. Купание в состоянии алкогольного опьянения чревато печальными последствиями, напомнили сотрудники ДЧС. Отдыхающие противиться не стали. Тем более, это считается самым опасным участком на территории города, где запрещается купаться. Если сказать насчет штрафов, то штраф к административной ответственности, то есть привлекают сотрудники управления полицией. Мы проводим профилактику. В закупальный сезон по городу Талдукурган было привлечено 5 человек к административной ответственности по статье 440-й распитие алкогольных напитков. Хочу ко всем родителям, самое главное, обратиться, чтобы при купании на водоемах обязательно присматривали за детьми, так как дети – это наше все, за них отвечает каждый родитель сам. В большинстве своем отдыхающие – несовершеннолетние. Дети предоставлены сами себе, так как никого из взрослых мы не заметили. Спасатели провели профилактическую беседу с подростками и попросили впредь не купаться в необорудованных спасательными пунктами местах, тем более без присмотра родителей. Все собираете, за собой мусор не оставляете и возвращаетесь домой. Все хорошо. Вам по 18 есть? 16. 16. Тем более, вы без родителей не должны здесь находиться. Поэтому давайте мусор все за собой убирайте и домой. Все хорошо. Подобные рейды будут проводиться ежедневно, заверили спасатели. Купальный сезон только открылся. А это значит, сотрудники Талткурганского отдела по ЧС переходят на усиленный режим. Не допустить гибели на воде – главная задача на ближайшие три месяца. Томир Анитов, Аблай Кутукпай, Телеканал ЖИЦУ. Роботы Starship Technologies стали в британском Милтон Кинсе обычным явлением. Они доставляют еду прямо на дом. Покупатели оформляют заказ продуктов или готовых блюд с помощью приложения, отслеживают передвижение роботов, затем открывают крышку и получают заказ с помощью телефона. Фирма говорит, что спрос на поставки роботов вырос за последние три месяца из-за пандемии коронавируса, поскольку местные жители ищут бесконтактные способы покупки еды или продуктов питания. Оставшиеся матчи плей-офф футбольной лиги чемпионов будут доиграны в формате финала 8 в Лиссабоне с 12 по 23 августа без зрителей. Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент определились четыре четвертьфиналиста. Еще в четырех противостояниях 1-8 финала сыграны только первые матчи. Финальный турнир текущего сезона Лиги Европы состоится в Германии с 10 по 21 августа. Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА. Волейбольная дружина ЖТСУ начала готовиться к предстоящему чемпионату Казахстана. Спортивные залы закрыты. Тренировки проходят на открытой пляжной площадке. Несмотря на успешное выступление практически всех дивизионов в прошлом сезоне, цельно грядущий в очередной раз завоевать Кубок Казахстана продолжит Алексей Цой. В 28-м чемпионате РК мастеров национальной лиги по волейболу клуб ЖТСУ завоевал первое место со значительным отрывом от ближайших соперников. Победой увенчалось и выступление фарм-клуба ЖТСУ-2. Отличились игроки сборной и в пляжном волейболе, став семикратными чемпионами страны. На будущий сезон планы намечены не менее грандиозные. Впереди чемпионат Казахстана и чемпионат Азии. Основной состав приступит к полноценным тренировкам только в июле. Сейчас упор делается на дублеров и пляжный волейбол. В нашей Алматинской области, что отрадно, сейчас пляжную площадку сделали, значит, у нас в Талгарском районе, есть потом и в Ильевском районе, Кара, Копчегай и у нас в Талакургане. В июле месяце мы планируем провести, значит, чемпионат Алматинской области с привлечением вот этих всех. Значит, желающих, конечно, много. Есть, конечно, разница классика и пляжный волейбол, но многие, значит, из классики переходят в пляжку, могут играть, вот, и также из пляжки переходят. Впервые же ТСУ-2 и Ю-23 завоевали первое место в чемпионате страны. Впереди фарм-клуб ждет предварительный этап Кубка Республики Казахстан. Его проведение планируется на конец сентября. Подготовка идет полным ходом. Прошли общую физическую подготовку, больше как легкоатлетическую. На стадионе 4 цикла 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. Потом отдохнули чуть три дня и начали заниматься здесь на пляжных площадках. Мы проводим уже третий цикл здесь, третий сбор дома и на свежем воздухе, и на пляжном волейболе. Ну и плюс пляжный волейбол полезен тем, что все-таки жарко, плюс песок. Это как бы силовая подготовка идет, прыжковая. Вот, и девочки как бы стараются здесь уже не так. Здесь отталкивание другое, сила трения как бы тоже другое. И мяч по-другому летит, вот где-то ветер мешает, где-то что-то меняется, полет. Поэтому здесь намного тяжелее тренироваться. И мы планируем еще провести здесь два сбора, а потом уже, так думаю, где-то 5 июля перейти в зал. Первый и крупный учебно-тренировочный сбор планируется провести в Алматы. Из-за пандемии точные даты соревнований не определены. Однако сбавлять обороты в подготовке к чемпионату Казахстана и Азии волейбольная дружина не намерена. Алексей Цойн, Жан Муканов, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание, хорошего вам выходных, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин